Продолжение следует... И я вам скажу, когда проходил архиерейский собор, то вопрос взаимоотношений со СМИ ставился. Некоторые жаловали, что как-то не получается. Я публично встал, когда все архиереи были, святейший патриарх, и засвидетельствовал, что у меня нет проблем с нашими СМИ. Мы позитивно, по-нормальному сотрудничаем. У нас нормальные конструктивные взаимоотношения. И я думаю, что в этом плане мы в какой-то степени, я имею в виду мы, это метрополия и СМИ в Татарстане, я бы сказал, в нормальных рабочих взаимоотношениях. То, что должно и быть. Поэтому я еще раз повторяю, я хочу просто поблагодарить вас за то, что мы делаем. Потому что общество, геополитическое состояние в мире таково, что мы должны понять. Я об этом очень часто говорю, что камней больше нет, которые можно было разбрасывать. Почти что вся кучка уже разбросана. И сейчас только одно время собирать камни. Собирать камни, чтобы мы то, что было наверху, уже все раскидали. Чтобы не разрушить фундамент нашего общества, нашего отечества. Ну, это маленькая такая преамбула. А теперь давайте, чтобы, может быть, я бы лучше отвечал прямо на ваши вопросы, конкретику. Сейчас, Татьяна. Потому что, если я буду нудно вещать, получится, я вам буду говорить то, что я хочу сказать. Да, я все равно скажу то, что я хочу. И на вопросы на ваши. Да, но все-таки какая-то наводящая линия будет. Поэтому, как вы, согласны по такому принципу? Да. Согласны? Поехали. Можно первый вопрос? Да. Хотел бы, а ваше субпроосвященство, каким образом окажут влияние то, что говорилось на соборе, на жизнь нашей митрополии? Окажут ли вообще? Ну, поскольку говорилось на соборе, на соборе говорится не для собора. Что мы собрались только епископы и решили, значит, на этом все и окончилось. Вот как раз соборы для того и существует, чтобы соборным разумом вырабатывались те иные решения, принимались те иные направления, для того, чтобы они потом воплощались в реальной жизни, в реальной жизни церковных общин. На уровне митрополий, епархий, приходов. Я приведу прям конкретный пример. Очень так активно обсуждался вопрос о прославлении новомучеников. Чтобы это не просто было вот, ну, новомученики и новомученики канонизировали одного, второго, пятого, десятого. А чтобы общество в конце концов понимало, кто же новомученики, за что они пострадали. Ведь часто говорят, что, да простите, репрессии были, да все страдали. Причем тут, вот они святые, а мы как? Есть разница. Есть разница, репрессировали тех, кто расстреливал новомучеников, но новомученики страдали за правду Христову, за веру своего народа. А вот те, которые убивали новомучеников, а потом были сами репрессированы, здесь было внутреннее противостояние, да? И внутреннее были все-таки некие политические чистки. А что касается новомучеников, здесь именно идея. Идея веры. Идея преданности вере своих отцов. Идея преданности Христу. Плоть до смерти. И почему мученики называются мартириус, свидетели, да? Они свидетельствовали, что их убеждения являются независимы от того, быть или не быть на этой земле до смерти. И вот еще очень запомнить одну большую разницу. Вот когда с христианской точки зрения люди шли на смерть, для них было совершенно ясно. Нет смерти как таковой уничтожения, превращения в ничто. Они умирали для того, чтобы жить с Богом. Так вот, на соборе было принято просто решение, чтобы народу разъяснять, кто же такие мученики. Чтобы создавать, может быть, музеи. Создавать, по возможности, называть улицы именами новомучеников. По возможности, может быть, памятные знаки, это будут барельефы, храмы восстанавливать которых они, или помещения, в которых они где-то жили, да? Но и самое главное, чтобы просвещать народ. Ведь мы новомученики казанские, казанские, кто они такие? Толком спроси, никто не знает. Какой был их жизненный путь, что они сделали вообще для Казани. Ну, взять митрополит Казанский, да? А ведь митрополит Казанский, он был не просто мученик, да? Новомученик, митрополит. А ведь он был первый кандидат, местоблюститель Патриаршего престола. Это же эпоха. И много других вопросов, которые, еще раз, на ваш вопрос конкретно, касается ли нашей епархии? Конечно, касается. Касается. Спасибо. Пожалуйста. Ярхан Фельнур, интернет-портал Казанферст. Какая? Интернет-портал Казанферст. Да. Прошедший архиерейский собор определил правила взаимоотношения со СМИ. Скажите, пожалуйста, не является ли это следствием скандальных заявлений про те диакона Кураева и про те Ирия Чатлина? И вообще, можете рассказать, какие вот правила? Нет, вы знаете, что правила ведь везде есть. Почему-то, если в сообществах СМИ есть же тоже какие-то правила взаимоотношения и с обществом, то они не вызывают никаких вопросов. А если церковь ставит какие-то нормы взаимоотношений, то, так сказать, сразу видит что-то, а вот не является ли это к Чаплину, а не является ли это к Кураему. Ну, должна быть какая-то канва, мы скажем. А что значит, что вас настораживает? Вот правила взаимоотношения со СМИ. Что там вас настораживает? А правила, не знаю, в чем путь, в чем... Что? Нет, ну, конечно, если заниматься только одним тем, что что-то, так сказать, выискивать, что-то так... Копошить там белье постоянно без надобности, да? Ну, наверное, это не всегда будет. Да как и везде сейчас об этом говорят. Должно иметь некое позитивное... Позитивное отношение вообще между членами общества. И то же самое публикации СМИ, они не должны носить некий... Когда касается речи взаимоотношения к церковью, как с таковой, да? Если мы будем выискивать нечто такое, что является... Ну, только вот одним таким моментом, могущим привлечь к тому или иному СМИ интерес просто-напросто. Повод использовать любой. Ну, наверное, не совсем это будет нормальное явление. Но не ставилось совершенно речи, что вот давайте, вот мы ограничим говорить. Никто меня не ограничивал. Что мне говорить, а что не говорить, я вот перед вами. И никто не ставил такое прокрустого ложа, что мне можно, что нельзя. Вот и все. Пожалуйста. Алик Платурова, газета «Бизнес онлайн». У меня такой вопрос, два вопроса, точнее, на перспективу. Что с фондом храма рекламы Божьей Матери? И так, какие новости в плане возрождения Казанской академии? Ну, вы знаете, что вы сразу так много набрасываете всего. Начну с первого. Дело-то не в фонде. Самое главное все-таки идет уже работа. Полным ходом идет работа сейчас над проектом. Проводили совещание уже с то, что называется широким кругом заинтересованных, как говорят, лиц. Это и Министерство культуры, это администрация президента Татарстана, это и митрополия, да. Это и архитекторы, и те, кто занимается сейчас разработкой конкретного проекта. Поэтому все нормально здесь. Идет работа. Идет работа та, которая не видна в экскаваторах. И я еще раз повторяю, строить и воссоздание собора – это довольно кропотливое. То, что есть уже, ведь были эскизные в основном проекты, да, а нужны рабочие чертежи. Поэтому, что касается фонда, да, ну, мы думаем о том, как это будет выглядеть. Ясное дело, что это будет совместно. Но все-таки есть большой опыт у фонда «Возрождение», у Шаймиева. И я вам честно признаюсь, открытым текстом, что мы с ним неоднократно встречались, обсуждали этот вопрос. И еще раз могу сказать, я благодарю, в первую очередь, конечно, президента Миниханова, Рустама Нургалиевича, за его твердое решение, которое выразилось в указе о воссоздании собора и строительстве Исламской Духовной Академии. Но как раз вот опыт Шаймиева по возрождению и Болгар, и Свияжска здесь неоценим. И его понимание и умение, и желание является для нас тоже очень важным аспектом. Теперь, что касается Академии. Где-то проскальзывала мысль, ну вот там прошел некий торг, или Академия, или собор в первую очередь, что значит, я вам скажу одну вещь, не снимается вопрос о Академии. Вот Академия, надо запомнить, что это не здание только. Академия, самое главное, это прежде всего интеллектуальный потенциал. Это педагогический состав, это определенные стандарты, которые должны быть базисом для Академии. Ну, скажем, бакалавриат, магистратура, аспирантура. И мы идем по этому пути. Лично сам беседую. И вот сейчас опять буду проводить встречу с профессорско-преподавательским составом. постепенно работаю по подбору кадров для будущей Академии в Москве, в Петербурге, да. И то, что называется, смотрю, где есть лучшее. У меня же задача, чтобы Академия... Ведь можно быстро декларировать, что Академия уже есть, а наполнение какое будет. Мне хотелось бы, чтобы соответствовала наша Академия той славной традиции, которую имела Казанская Духовная Академия. Еще раз повторяю. Нет торга, что... Одно другому не мешает. Удовлетворен? Пожалуйста. Дозетка Морстанки Лев Антонов, скажите, пожалуйста, есть ли успехи по продвижению курса основы православной культуры в Казанская Духовная Академия в Школах? Вы знаете, что в сентябре появится неактуальная проблема? Я вам еще раз скажу. Вопрос непростой. И я бы не хотел сейчас ломать копья там, где есть какие-то сложности. Но не снято с повестки. И бизнес онлайн как раз писала. Я выступал и в Совете Федерации, и на рождественских чтениях я возглавлял секцию. Работа в этом плане идет. И я думаю, что если мы не будем вот так вот стенка на стенку, а спокойно, общаясь с государственными властями, думаю, что достигнем нужного компромисса. Я вам открою другую вещь. Я сейчас еще одну понял. Вчера только собирал вот здесь, вот в этом зале, не уместились все директоров наших воскресных школ. Это очень большой потенциал. И поставил задачу воскресные школы вывести на более высокий уровень. Вывести на более высокий уровень, чтобы они стали образовательными духовными центрами. Мало это опыт нашей гимназии, до 4 класса при Свято-Духовском храме показывает. Вот это направление очень и очень важное. И поэтому сейчас я ставлю вопрос, чтобы успеть за этих полтора-два года открыть полноценную 11-классную гимназию у нас в Казани. Только сейчас я подписал некие документы о том, чтобы у нас была возможность иметь здание. Я не буду сейчас конкретно говорить, да, для размещения нашей гимназии. Это очень важно. Также дал задание, чтобы проработать вопрос по строительству полноценной православной гимназии в Набережных Челнах. Это тоже очень важное решение вопроса. Пожалуйста, еще. Я ответил вам? Да, спасибо. Пожалуйста. Ольга Корольков, Самойская правда. Ладно, скажите, пожалуйста, на архивистском Соболе, вот уже коллега мой начал по поводу СМИ, о том, по СМИ, даже, как я помню, поднимался вопрос по соцсетям, по работе с соцсетями. Я знаю, что в свое время были, вели, ну, скажи, на страничку, что я так его назвать, батюшка онлайн. Вот будет ли продолжено? Я буду вести эту страницу. И когда ждать? Ждать, вот прямо сейчас задавайте эти вопросы. Спасибо. Что касается соцсетей, этот вопрос поднимался. И, конечно, соцсети – это не панацея, что мы пошли все в соцсети и сразу все стали духовными. Но, с другой стороны, и это ни в коем случае не может являться некой пугалкой, как говорили. Вот соцсети, это там дьявольская, это нельзя, это там не надо туда. Везде все можно, но когда есть разум. И можно и в соцсетях быть, но в соцсетях быть, смотря как быть, что читать, что преподносить в соцсетях. Поэтому, еще раз повторяю, присутствие в соцсетях – это нормальное явление. И я тоже своим говорю и священникам, и благочинным. Да, могут быть отдельные странички, но если уж ты выходишь в общественное пространство, то будь добр работать и над собой. Не от ветра головы своей я, вот что захотелось, а тем более, когда это касается тематики, такой тонкой, как религиозная часть. Очень должно быть обдуманно все. Я в связи с чем еще тоже спросила, продолжение темы обсуждалась. Также на соборе, хотелось бы узнать вашим именем по этим поводу. Ну, назову это так, помягче. Развращение умов на Украине, то, что сейчас происходит. Что, что, что? Развращение умов на Украине, это, ну, по сути, первая нападка на семьи, как полноценно, как они должны быть. Это разрешение на заключение однополых бракей, да? И второй момент, у нас очень много идет именно соцсетей воздействия на молодежь, поскольку основные в соцсетях это именно молодежь, очень много идет негатива и очень много проповедей, скажем так, не той направленности, террористической направленности. Вот может быть... А вы знаете, что я вам скажу вот одну вещь, вы с ней все-таки согласитесь. Вот то, что, кажется, много идет и, скажем, антиправославной тематики, и даже атеистической тематики, это непонимание, значит, того, что много. Вот есть такая активная очень группа, которая целенаправленно работает и против русской православной церкви, и, ну, скажем, такая атеистическая подоплека. Это целая группа активно. А как вбрасывается и как распространяется все эти лайки, они обладают этой, скажем, технологией, да? И ощущение такое, что там все подряд и все очень многого. Совершенно не так, во-первых. Во-вторых, что касается, вы говорите, на Украине. Но я не хочу брать сейчас Украину. Я скажу, у нас предостаточно своих крайне либеральных течений. И, конечно, держится. Да, да, и очень много своих крайне либеральных течений, которые как раз нам преподносят понимание вот этой свободы. Мне часто задают вопросы, почему, что случилось, весь мир перевернулся на Ближнем Востоке. Я отвечаю, все очень просто. Произошли тектонические сдвиги. Потому что просвещенный Запад и особенно Америка постарались привнести в варварские, в кавычках, еще раз повторю, в кавычках, а то напишите, как они говорят, арабский мир, просвещенность. И что случилось? Случилось, что разрушили фундамент, я говорил о камнях выше, да? Разрушили фундамент не многовековой, а несколько тысячелетий уклада жизни. Это все. Это и вера, это и семья, это и взаимоотношения с государством. Вот та демократия, которую постарались привнести в арабский мир, для них она неприемлема. Нравится нам или не нравится, но то, что называет просвещенный мир диктатурой в восточных странах, это не диктатура, это образ их жизни. А диктатуру сломали в любой стране, где говорят, ну покончили с диктатурой. Покончили с диктатурой в Ираке, что? Что стало лучше? Покончили с диктатурой, так называемой, в Ливии, что стало лучше? ИГИЛ. Постарались покончить с диктатурой в Египте, что стало? Стала возможность взрывать самолеты, как с нашим самолетом. Поэтому произошли тектонические сдвиги, на чём стояла на твёрдом фундаменте та или иная нация, с её историческими, культурными, духовными корнями, с её традицией. И вот так вот взяли сразу, давайте вот мы, дерево и топ, перенесите каких там, вот ему лет 15, если дерево, возьмите и перенесите. Что надо сделать? Что надо сделать? У меня корни же большие такие, да? Надо погрубить. Посадите. Сомневаюсь, что что-то толковое выйдет. Можно, раз уж ты зашла вещь по поводу международных отношений, можете прокомментировать встречу на Кубе, её значимости и значимости? Смогу прокомментировать. Смогу прокомментировать. Смогу. Конечно, смогу. Вот то, о чём я говорил сейчас. Ведь не секрет, что идёт геноцид христианского населения на Ближнем Востоке. Геноцид по полной программе. И где? В том регионе, где христианство зародилось. Да? Идёт физическое полностью уничтожение. Идёт уничтожение храмов, библиотек, сакральных ценностей, монастыри, мощи, иконы. И христианство стоит сейчас перед очень опасной чертой. Быть полностью уничтоженным там, где оно зачалось. Это одна из первостепенных целей встречи. И уже начали понимать. Ведь там не только православные. Очень много было католиков и иных конфессий на Ближнем Востоке. И начали понимать, что всё, дальше некуда идти. И пришли. По отдельности невозможно. Надо слагать усилия, чтобы остановить вот это безобразие. Это одна из первых встреч. Второе. То, о чём мы говорили, девушка молодец, с комсомольской правды задавала вопрос. Теряются традиционные нравственные ценности. И, к великому сожалению, на Западе всё направлено для того, чтобы пойти по пути дехристианизации. А это уже опасное очень явление. И то, что происходит сейчас в мире, это вызывает тревогу. Не только, как говорят, в дремучей России. Но это понимает и просвещенный католический мир. Дальше идти некуда. Если у нас всё и вся разрешается. Простите, сегодня разрешили однополые браки. А что нам завтра разрешат? Нам разрешили лёгкие наркотики, тоже говорят. А что нам дальше разрешат? Вы додумываете, я не хочу продолжать дальше. Что нам могут разрешить дальше? И потом удивительная вещь. Вот в той пирамиде идеологов нового миропорядка, в том числе и нравственного, если посмотреть, они далеки в своей личной жизни. Я беру идеологов, не тех, кто проводит через них это, а вот те-то там в глубинке. Так же, как такие наркобороны. Ведь они, как правило, редко сами являются потребителем. Вот такие, прямо скажем, ну, не наркодилеры, а те, кто конкретно там, на самой верхушке, да? Или наоборот, внизу. Они не потребляют наркотики. Так же и вот эта идеология разнуздания. Сейчас все стараются сделать, чтобы человечество нравственно разнуздать. Равственно разнузданного человека затем очень легко взнуздать и управлять. Ну, если была первая, если будет первая встреча, то она предполагает и последующие встречи. Давайте так, поживем, увидим. Надо дожить до первой встречи, посмотреть на результаты, на реакцию, а там будет видно, куда мы пойдем дальше. Да нет, ну, переосмысление миссионерской деятельности на уровне гиперхиальных отделов. Конечно же, возьмите вы, когда только мы начинали. Было одно время. 20 лет назад, когда церковь, так сказать, выходила из-под гетто государственной идеологии, где не было места в обществе Богу, церкви, да, и были одни формы, а сейчас другие формы. Ну, я вам скажу вот переосмысление, прямо на конкретных примерах. Вот мы сейчас обсуждали вопросы в социальных сетях. Но социальные сети это тоже выход и миссионерская деятельность. Или, допустим, вот мы с вами сейчас общаемся. Это тоже новые формы миссионерской деятельности. Вот сам по себе факт моего с вами общения это уже миссионерство. Вот я просто присутствую вот в этом поле, да, или, я не знаю, эфир есть здесь, да, ну, или эфир, где я бываю сейчас довольно частым гостем. Это миссионерская деятельность или нет? И, кстати, формы, это не значит, что вот я пришел перед камерой, встал и говорить должен только на тематику чисто религиозную. Вот мы встречаемся, и в эфире вы, наверное, кто-то смотрит, иногда программу, последнюю смотрел кто-нибудь программу, вот в эту субботу, да? Я затрагиваю вопросы не чисто религиозного порядка, а различные, бытийные, может быть, правовые, может быть, что-то случившееся, но в какой-то степени я говорю о этих вещах с христианской точки зрения. Это миссионерство, это новые формы. Поэтому вот об этом как раз мы и о множеом другом мы и говорили. Ну, вот вопрос сейчас. Вот вопрос мне задали как раз в эфире о коллекторах. Вот коллекторы. Ну, кажется, он имеет отношение к церкви? Ну, вроде бы не имеет. Ну, что там? Ну, коллекторы вот там вот выбивают. Я сказал одну простую самую вещь. Плохое делайте, коллекторы. Крутку коллекторы. Как правило, во-первых, это вот мужики такие, своеобразным внешним видом. Да? Но самое главное другое. Методы, которыми они стараются выклатить деньги. Я говорил и сейчас прям скажу, это мое твердое мнение, что в какой-то степени беззаконные методы в виде коллекторов кто-то старается их ввести в рамки закона. Беззаконные методы. А вот коллекторы, и вроде бы как и рамки закона. Вот коллекторы они есть. Есть законы, которые надо соблюдать. Вот и все. А если мы пойдем по пути коллекторов, то мы вернемся к 90-м. Мы вернемся к 90-м. Что касается, как раз тоже вопросы были у меня разные по относительно там ипотеки. А вот народ обманули. Но я говорил, а народу тоже надо было думать головой? Народ-то тоже, когда брал эту валютную ипотеку, а почему не думал? Голова что есть на плечах? Ну и не бери валютную ипотеку. Говорят, да там навязали. Да никто мне ничего не навяжет, если я сам не захочу. Правда? Да? Много очень вопросов, которые вот это тоже, опять же, я повторяю, к тому же, тоже в форме миссионерства. С христианским взглядом. Можете? Пожалуйста. Вы говорили, что будете пересаживать священных служителей с дорогих автомобилей на более дешевые. Как идет работа в этом пополам? Идет, идет, идет. Не сталкивается с сопротивлением? Ну, конечно, кому-то не очень, может быть, это нравится, но не нравится, вернее, такое мое. Но я даже так вот попросил, чтобы прежде чем купить машину, все-таки взяли бы благословение. Какую-то хочешь машину купить. Какие дозволены? Ну, так, желательно дозволено то, что дозволено нашим временем сегодня. Хотел спросить у вас в ближайшее время ли вы собираетесь в Париж? Да. С какими целями едете? Ну, цели... Нет, 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 нет каких-то секретных целей. Париж, Вашингтон... По Парижу прям сразу скажу. Никаких секретных целей нет. Просто, поскольку мы активно в Татарстане участвуем в программе ЮНЕСКО. Это и Кремль Казанский, это заявка на Свияжск тоже у нас. Я хочу лично сам разобраться, чтобы мне не местные чиновники говорили, вот такие условия или такие. Я хочу встретиться непосредственно в ЮНЕСКО и запланировано мое выступление там. И поговорим. Казанский инфортер Александр Артемьев хотел бы продолжить тему о священниках на дорогих машинах. Ни для кого здесь не секрет, что сейчас продолжается процесс в отношении бывшего настоятеля Воскокорского района Иоанна Державина. Да. Вы уже на данный момент, до этого вы пришли на место. Ну, вы знаете, что про... Ну, все ясно, ясно, все ясно, да? Сейчас, да. Оставил силе, да? Ну, вы знаете, что, значит, оставил силе приговор, значит, это дело Верховного Суда. Но я вам прям говорю совершенно спокойно, он у меня священником служить не будет. Открыто, говорит, редко кто так скажет, а я вам говорю. Не знаю, при ком-то другом, не знаю как. При мне нет. Что, Татьяна? Жалко. Ну, жалко. Жалко, жалко есть. Семья такая хорошая. Я не говорю. При мне священник он служить не будет. Ну, я понимаю, я останусь. Вы же понимаете. Ну, я уже так получилось. Ну, я еще раз повторяю. Я неплохо к семье отношусь, я знаю его остальных членов семьи, но по данному факту при мне он священником служить не будет. Что еще? Четко вам ответил? Да. Может быть, пройдет время, может быть, пройдет время, когда он тоже поймет, что вот это была большая беда, и надо что-то делать, внутренне пересмотреть все в своей жизни, да, и понести, в общем-то, кроме того, внутреннее покаяние перед Богом. А там будет видно. Я как раз продолжу тема вопрос задать. Было же недавно вопрос, насколько я помню, среди учеников из светских школ. Я не ошибаюсь, из светских школ. Да. Я как раз вас слышала. Интересные итоги вывода вот этого вопроса. Ну, итоги вывода вопроса. Дело в чем? Вопрос там ставился нравственного характера. Ну, так вот, если в воскресных школах с религиозным, скажем, уклоном Шварценеггеру, да, или Гарри Поттеру, вымышленному герою, ноль интересов. А вот светские, я просто так, так, на вскидку, то об этом очень много говорится, и это говорит о том, что приоритеты какие и где выбираются. Вот главный герой сегодняшнего дня у детей, это же среди детей, по сути дела, оправдают. Вот главный герой у светских школ и у школ воскресных. Я вам говорю, что там разные, разные, есть, есть Иисус, Иисус более-менее, больше, меньше, есть все-таки. Вот как раз религиозная тематика волнует, но и то, что является сопутствующим еще там герои, если в таких школах, как Александр Суворов, воскресных там школах, для них это герой, национальный герой, или Сергей Радонежский о нем тоже говорит, это тоже является, ну, таким, скажем, ну, героем таким, или же, допустим, там, Федор Ушаков, то нередко в светских школах очень трудно это понимание, как... А здесь вот свои... А здесь, но здесь вопрос заключается в чем? В светских школах иногда не очень много уделяется внимания на как раз исторические, культурные основы нашего общества. И не случайно сейчас, я не захватил, у меня в кабинете есть эта концепция развития там и в системе культуры, и подписанной Путиным стратегия, стратегия, да, и в нравственном воспитании делаются основы на нравственные, традиционные, исторические, духовные ценности. Я могу даже прям где-то не взял, а то у меня прям на строке вам посочетать, стратегия подписана Путиным. И поэтому вот это патриотическое воспитание, а что тут патриотическое воспитание. Ну как, где вот оно, на чем оно? Патриотическое воспитание это лица, это факты, это события, да, конкретно. Но не может же быть Гарри Поттер для нас образцом патриота, или Шварценеггер, да, он может быть там, он сильный там человек, или там что-то, но он патриотом не может быть для нас быть образцом, да. А мы в какой-то степени ушли от позитивного исторического образа наших героев. Наших героев. То, на чем строилось наше историческое самобытие. даже вообще никого не вспоминали в светских школах? Вот хоть, хоть... К великому, к великому, к великому сожалению. И мы должны обязательно вспоминать вот в национальных республиках и национальных героев. Не национализм. Вот эти разные вещи, национализм и патриотизм, они разные совершенно вещи. Надо совершенно четко понимать. А мы должны, и нашу национальную культуру должны, конечно, во всех направлениях. Татарстане, значит, тоже национальные татарстанские корни. И герои есть, и есть, так сказать, философы, есть писатели. Делители различных. Вот когда меня спрашивали, а вот что вот можно вот там вот хотят памятник поставить благодетелю, который вот ему там ложь стоит, или улицы переменают, как я сказал, позитивно. Позитивно. Я, православный иерарх, отношусь к этому позитивно. Потому что это человек, который творил добро. А добро должно иметь позитивное восприятие в обществе. А то начали копаться, откуда деньги брал. Я не знаю, кто откуда брал деньги, я знаю, что он делал доброе дело. Вот для меня это очень важно. Итоги вот своего такого, ну, не знаю, расследования, расследования, исследования, да? Как-то с министерством образования нашим будут обсуждаться? Может быть, с каким-то... Мы все будем обсуждать. Я вам еще раз говорю. Я вот как раз... Продолжение будет, мать и снижение? Я еще раз повторяю. Конечно, веду я переговоры. Вот я много раз вам говорил. 26 лет был мой предшественник, да? От меня вот требуете, вот дай да положь вот сразу. Ну, не получается нигде так. Да? Ну, не помню. Так невозможно. Ну, и невозможно пойти вот так вот. Давайте мы лоб об лоб. Там много вопросов, которые не для публичного, так сказать, восприятия. Можно? Давайте. Я, например, в ходе. Руку 4 сквозь. Слово, может, участвовать в этом сайте голоса. Что же? Не слово. По поводу футе. По поводу голоса. По поводу футе? Мое мнение хотите? Ну, ваше мнение, ваше отношение, монах должен быть монахом. Сапожник должен сапоги чинить, так сказать, пекарь, блины печь. Да. Лучше бы, конечно, чтобы монах оставался монахом. Без выхода на вот эту. Потому, если есть опасность, что даже своим талантом ты можешь расколоть общество, значит, надо уйти. Как у апостола Павла есть. Он говорит, если я соблазняю там, тем, что я ем мясо, я вовек его не буду есть. Да? Вот весь мой ответ. От каких ошибок вы могли бы предостричь светскую, православную журналистику, освещающую светскую религиозную дематику? Ну, я бы сказал, чтобы от, самое главное, от безграмотности. Иногда берут, начинают там интерпретировать то или иное явление в жизни религиозной на основаниях и на формах светской жизни. Вот это очень важно, понимать суть. Тогда будет все нормально. Вот я еще раз повторяю. Вы никто меня, вот сидите, никто меня не обвините, что я куда-то зашкерму, за какую-то скрываюсь. Правда? Я в любой момент готов и готов спорить. Вам готов объяснять. Хочу дружить, меньше спорить. Я не сторонник против, я сторонник за. Дружить за. За доброе дело. Спорим бы выясняли. Да, конечно, конечно. Это нормально. Ну, нормально, правда? И обратите внимание, без тяжа, ведь можно было пойти по пути. Я бы сказал этому молодому человеку, Диме, слушай, давай-ка ты там профильтруй. Вот этих аккредитуй придут, пусть они хорошенькие люди, а вот этих не надо. Пусть они там в стороне где-то. Я не делаю этого. И не буду делать никогда. Не прятался, и не буду прятаться. Но если со своей стороны из-за угла где-то там вот так что-то говорить не надо. Ходите ко мне и говорите прямо в глаза. Ну, желательно, чтобы еще другие были. А я буду отвечать то же самое. Нормальный принцип? Потом я скажу другую вещь. Вот говорят, ну что вот, ну разве у нас не изменилось что-то, ну я считаю, может быть, по-другому стала жизнь. То, что мы постоянно с вами общаемся, то, что церковь, православная церковь, вышла из стен только храма, а начала широко общаться с обществом, да, и вот наши с вами встречи, и другие моменты, и духовенство, я говорю. Так это говорит о том, что нормально у нас взаимопонимание есть, никто меня не давит, никому никто руководство республики не говорит, ну слушай, не надо нам, да. Это ж нормальное явление. Нормальное явление в жизни нашего общества. Цементировать надо. Ну так стоим сейчас, опасная черта. Ну, посчитали? Все? Спасибо большое. Я благодарю вас от всей души, спасибо большое вам. Я честно говорю, мне очень хочется быть открытым. Ну что, 69 будет скоро. Я ж не унесу с собой куда-то что-то. Надо то, что вот есть, то и говорить. Правда? А только одно скажу, что в меру моих сил я буду делать все, что мне положено делать, как иерарху, ну и как гражданину. Никто не задал взаимоотношения как с мусульманами. Нормальные взаимоотношения. Отвечу прям сразу. Нормальные. И для других, я даже вот так вот часто говорю и на международных стрелях, и слава богу, живите как в Татарстане, неплохо будет в мире. Не будет того бедлама, как творится сейчас. Посмотрите, что. Посмотрите, что творится сейчас. И вот когда мы начинаем какие-то трещины где-то искать, опасная вещь. Очень опасная вещь. Я ад этот видел. Вот вы его только сейчас увидели. Я это видел еще в 77-м году, когда уехал в Израиль. Я видел смерть. Я видел, когда на религиозной почве в Иерусалиме зарезали наших монахинь, двоих, мать и дочь монахини. Отрезали голову, груди, в чемодан сложили. И вот так такого на почве экстремизма. Жуткая вещь, правда? Я видел эту жуткую вещь в Беслане. И поэтому я делал и буду делать все, чтобы не допустить самого главного. Это столкновение. Потому что иногда зашоренность сбивает с пути. И то, что я отвечаю прямо вам. Я говорил и говорю властям, я публично об этом говорю. Безграмотность религиозная приводит к экстремизму. Поэтому я говорю, надо и в школах, чтобы была возможность нам религиозное просвещение. Чтобы мы не избежим. Люди ищут. Особенно молодое поколение. Люди ищут некую канву в своей жизни. Так если мы не будем ее давать цивилизованно, она будет приобретать уродливые формы. Я думаю, еще, наверное, зависит от того, прихожане приходят в храм и с какими священниками встречаются. Все, это зависит, все. Вопрос ясен, какой священник, какой такой приход, ясное дело. Но вопрос другого характера. Всегда мы хотим от церкви идеала. А вы идете там куда-нибудь в коммунальные какие-нибудь службы, муниципальные службы, тоже иногда встречаете не очень корректное отношение к вам. Но что касается церкви, конечно же, конечно же, хочется, и обязательно, я требую от своего духовенства и уважительное отношение, и понимание. Но надо понять, что священник, он такой же член общества. И в какой-то степени пороки общества проецируются невольно и на нем то же самое. Все. Но требую, очень жестко требую сейчас, я вам честно говорю. Если вы посмотрите, уже в этом плане есть сдвиг. Во-первых, чтобы храмы были открыты. Во-вторых, буду вводить и добиваться, чтобы были люди, которые бы дежурили в храмах, такие волонтеры подготовлены, смогли бы спокойно, не в бог шернула какая-нибудь прихожанка, ты не туда стал, ты не так повернулся, а по человеку побольше любви. Сторожно много храмов при строительстве, а вот обеспеченность с кадром, или тогда все последнее вопрос больше не будет. Все сложно. И храмы строить сложно, и кадры. Потому что даже храм можно построить быстрее, чем воспитать священника. Для этого мы и трудимся. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо.